Два человека погибло сегодня в Завьяловском районе. Причина – взрыв баллона с газом. Далевое строительство официально прекратит свое существование уже летом. Каким образом это отразится на рынке жилья? Испуганный взгляд сменяла широкая улыбка, как сотрудники дорожной полиции поздравляли женщин с 8 марта. В эфире наши новости в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Итак, сегодня в Завьяловском районе случилась трагедия. Утром от взрыва баллона с газом погибло два человека – 81-летний мужчина и его 49-летняя дочь. В доме находились также пожилая женщина и ее 18-летняя внучка. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Алтайские следователи уже начали проверку. Сейчас они выясняют все обстоятельства ЧП. По версии следствия, во время замены газового баллона погибшим мужчиной произошла утечка газа, а в последующем – его возгорание. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначенный ряд медицинских и судебных экспертиз. Также правоохранителям предстоит дать юридическую оценку газовой службе, в чью компетенцию входит наполнение и ремонт оборудования. Ситуацию взял на личный контроль губернатор края Виктор Томенко. А мы продолжаем выпуск. История Демидов парка повторится и не раз. В этом уверены барнаульские застройщики. Так они реагируют на новые условия работы, которые придут вместе с июлем этого года. Тогда долевое строительство официально прекратит свое существование. Деньги на стройку будут давать банки. Но достанутся финансы далеко не всем предпринимателям. Каким станет рынок недвижимости уже этим летом, узнавала Анастасия Дороган. Недобро пожаловать новому игроку рынка недвижимости, банкам, застройщики совсем не рады. Финансовые организации будут брать бывшие долевые вклады и хранить их у себя до полной сдачи дома. А работать застройщик будет за счет кредита. Казалось бы, схема простая, только деньги дадут не всем. Банки рассуждают, с их точки зрения правильно, о том, что мы сегодня возьмем только те объекты, которые являются экономически для нас понятными, для застройщика эффективными, с нашей точки зрения, которые не приведут к проблемам. Мы оцениваем, чтобы у компании не было просроченных долгов, не было обязательств, не уплаченных по налогам, не было претензий со стороны контрагентов и были собственные средства для того, чтобы обеспечить ту часть вложений в проект, который требуется делать за счет собственных источников. Финансовая состоятельность, платежная дисциплина, деловая репутация. Такие общие критерии проходят только крупные застройщики, средние даже не пытаются. И даже сильнейший игрок в строительная перспектива нервничает. Участок под этот дом на Песчаной подготовили за три месяца. Сейчас гастарбайтерами наращивают темпу, чтобы до июля поднять дом и не попасть под новые условия. Говорят, тогда работа станет убыточной. Деньги дольщика лежат в банке. Банк тебе дает сумму эквивалентную, допустим, сумме, которая у него лежит, где-то под 4,5-5% годовых, так они озвучивают. Если денег дольщика в банке нет, плохо продается жилье, он тебе дает под 8,5-9% средства. Соответственно, за два года стройки ты как минимум на процентах отдаешь, от 12 до 18% плюс инфляция, никуда она не делась. В итоге удорожание строительства до 25%. И в будущем, по прогнозам, застройщиков станет меньше. По мнению экспертов, у них есть два варианта избежать банкротства – сливаться или уходить под федерального застройщика. Но в июле на новое финансирование переведут около 30 уже строящихся на деньги дольщиков домов. Бизнесмены уверены, из-за путаницы ситуация на рынке усугубится. И это одно возможное последствие. Другое уже точное – рост цены на квадратный метр. Но риэлторы не считают его катастрофичным. Эти цены были уже. И они были в 2014 году. Средняя цена на рынке Барнаула была 51 тысяча за квадратный метр. На сегодня цена в районе 44 тысяч за квадратный метр. А застройщики прогнозируют другую будущую и, по их мнению, более реальную стоимость квадрата – 65 тысяч. До июля в Барнауле ожидают массовую покупку жилья в новостройках, а после главным станет рынок вторички. В этом году почти 4 миллиарда рублей направят на развитие другой сферы – на модернизацию здравоохранения края. Цифру озвучил руководитель регионального Минздрава Дмитрий Попов. Большая часть денег пойдет на модернизацию межрайонных медицинских центров. Будет закуплено высокотехнологичное оборудование, транспорт, отремонтируют районные больницы. По словам чиновников, это повысит доступность медицинской помощи, что называется, на местах. Пациентам не придется ездить на лечение в краевой центр. Создание службы реанимации по оказанию экстренной неотложной помощи. И модернизация медицинского оборудования первоочередного, которое требуется. И ремонт, по сути дела, большинства районных больниц и поликлиник. В этом году мы 17 детских поликлиник будем ремонтировать. В целом на модернизацию здравоохранения региона заложено порядка 20 миллиардов рублей. Освоить эти деньги должны до конца 2024 года. А на ремонт дорог в этом году будет выделено более 800 миллионов рублей с федерального бюджета. Кстати, дорожные службы уже открыли строительный сезон и сейчас делают ямочный ремонт. Насколько заплатки, положенные ранней весной, долговечные, выясняли наш корреспондент. Вот здесь, в этой луже, между домов по Герцена-2 и Герцена-6, вчера пробил колесо. В луже довольно-таки глубокая яма. В социальных сетях барнаульские водители делятся снимками пробитых колес. С наступлением весны изменился фарватер. Зимнюю колею сменили весенние ямы. А на улице Трактово асфальт вообще провалился. Сейчас там идет ремонт. Любишь кататься, люби, ямы объезжают. Давайте узнаем у барнаульских водителей, какие участки дорог они избегают из-за того, что они разбиты. Сейчас Лилинский плохой стал, разбитый. От Юрина до Исакова. Между рынком до Кучаева. Стоит низкопрофильная резина, она постоянно вся в шишках и так далее. Я сам с Ульяновской области, то есть у нас таких дорог вообще нет. Сейчас вот растает, потом видать будет. Еще не все растаяло. На главной дорожной артерии Барнаула, проспекте Ленина, все растаяло. Там уже латают ямы. В этом году к ремонтным работам приступили на месяц раньше. Дорожной службе «Мартовский старт» строительной компании объясняют хорошей погодой. Холодно-асфальтобетонную смесь можно использовать при температуре до минус 10 градусов. Покрытие с холодного асфальта отличается достаточно хорошей прочностью и долговечностью и позволяет их использовать уже сразу же после проведения работы. Таким способом починят 25 участков городских дорог. Уже отремонтировали асфальт на пересечении улиц Лазурной и Власихинской, а также в переулке Карева. Сейчас бригада работает на проспекте Ленина. В планах золотой ямы на Змеиногорском, Павловском трактах, на улицах Гоголя, Северо-Западной проспекте Космонавтов. Всего 176 квадратных метров дорог. Его долговечность порядка сезона или года. То есть все равно необходимо эти карты заделанных выбоин через некоторое время все равно обновлять. Временные заплатки на городских улицах продолжат появляться, а к капитальному ремонту дорог приступят только в середине апреля. В этом году по федеральному проекту отремонтируют 33 улицы краевой столицы, в их числе Попово и строительство дороги на Солнечной Поляне. Но в ближайшее время специальная комиссия проверит состояние отремонтированных в прошлом году магистралей. К сожалению, не все улицы выдерживают гарантийный срок. Автомобилисты надеются, что с приходом весны по Барнаульским дорогам вместе с ручьями не убежит асфальт. До рейда Миллер, Алексей Фризин. Наши новости. Сегодня на дорогах Барнаула работали и сотрудники автоинспекции. В рамках рейда они остановили 30 машин и проверили документы водителей. Правда, все водители были дамы, да и рейда никакого не было. Просто мужчины-автоинспекторы решили вновь поздравить с горожанок с наступающим 8 марта. В преддверии праздника позвольте вас поздравить с наступающим международным женским днем 8 марта. Пожелать вам безаварийных дорог и подарить вам памятные подарки. Сосредоточенные и серьезные лица девушек менялись, как только им говорили приятные слова и дарили тюльпаны. Ответом на поздравления мужчин в форме стали очаровательные улыбки представительниц прекрасного пола. Вот так бы каждый раз сотрудники дорожной полиции радовали нас цветами, а не штрафами. Глядишь, и нарушений стало бы меньше. Кстати, сегодня наша съемочная группа тоже вышла на улицы города, чтобы поинтересоваться усиленной половины человечества, ждут ли они 8 марта с таким же нетерпением, как и женщины, и чем они удивят своих любимых. Любите 8 марта? Очень. Это праздник? Это очень праздник хороший, для мужчин и для женщин. В ожидании 8 марта? Да, конечно, ожидаю, с нетерпением, чтобы сделать подарок любимым женщинам. Если честно, я еще не придумал. Ну, можете, у вас есть отличный шанс сейчас придумать? Не знаю, мишки, может быть, мишки из цветов. По-моему, очень прикольно. Любите 8 марта? Нет. Почему? Много дарить приходится. Приближается 8 марта, для вас это праздник? Конечно, праздник. Надо дарить подарки? Я считаю, обязательно дарить подарки, чтобы радовать своих близких, родных, знакомых. Я считаю, это обязательно. Нужно дарить в этот день цветы, радовать женщину? Ну, не только цветы. Я лично подарю лотерейный билет и еще цветы. А почему лотерейный билет? Там много всяких призов. Вдруг приз какой-нибудь богатый будет, мало ли. Лотерейный билетик, ну, очень оригинально. Я люблю этот праздник. Уверена, со мной солидарны многие женщины. А наш корреспондент Андрей Дреер решил напомнить историю появления этого праздника. Кстати, в Барнауле есть люди, которые не забывают об истоках международного женского дня, современные феминистки, за что им приходится бороться сегодня. Смотрите в сюжете. Феминистки носят короткие волосы, конечно, ходят только в брюках и презирают обувь на каблуках. Расхожее мнение большинства. Екатерина – феминистка, которая разрушает устойчивый образ. С примерами, такие вот стереотипы совершенные, это на самом деле не имеет к феминизму никакого отношения. То есть феминизм формирует право выбора. Ты можешь соответствовать стандартам красоты, не соответствовать. Но самое главное – исходи из того, что ты чувствуешь, из своей индивидуальности. Поэтому действительно, да, среди феминисток немало женщин с розовыми волосами, там, с пирсенными татуировками. Не зависеть от мужчин и их мнения – это и есть феминизм. Это же главная идея праздника, родоначальницами которого стали Клара Цеткин и Роза Люксембург. Еще в 1909 году немецкие социалистки предложили женщинам проводить этот день в демонстрациях – борьбе за право голосовать и достойно зарабатывать. У нас в Сибири в это же время, то есть при монархии, положение женщин было иным. Первая в Барнауле гимназия открылась для девочек, да и влиятельных меценаток в городе уже хватало. У нас в Барнауле и на Алтае можно было встретить немало женщин-предпринимателей, среди которых и крупные владелицы или даже совладелицы фирм, такие как, например, Евдокия Мельникова, Евдокия Судовская, Елена Морозова, Раиса Алюнина. Все-таки это, я бы сказал, высшая часть нашей хозяйственной, финансовой, промышленной элиты. А вот революция привлекла огромное количество женщин, в прямом смысле бьющихся за свою свободу. Достаточно назвать имена. Надежда Крупская, Александра Калантай, Вера Засулич, Мария Спиридонова, Екатерина Брешко-Брешковская, Ольга Люботович и многие-многие другие. Барнаул не сильно отставал. В этом здании в 18-м году прошлого века заседал главный орган власти – губернский исполнительный комитет. И в его состав входили женщины. Для только что ушедшего царизма дело просто немыслимое. И в этом смысле, да, революция женщину эмансипировала. Сегодня феминизм вышел на другой уровень. Теперь цель – добиться равноправия в умах. Доказать, что женщина не уступает мужчине в интеллекте, работоспособности. И один из главных вопросов современного феминизма – финансовый. Почему женщины зарабатывают меньше, чем мужчины? Почему у нищеты в России женское лицо? Как так получилось? Почему женщины получают меньше ресурсов, контакта с ресурсами меньше? И, соответственно, научить женщин считать деньги, зарабатывать деньги, уйти от этой идеологии, что женщина должна пересесть с шеи отца сразу на шею мужа, и как бы миновав период зрелости и ответственности за собственную жизнь, то есть уйти от этой идеологии – это один из пунктов, чем занимается современный феминизм. Сама Екатерина считает, что 8 марта не столько праздник, сколько повод обратить внимание на женщину. Пышно и с цветами это торжество не отмечает. Кстати, единомышленницы Екатерины, которые бы не стеснялись своих взглядов. В Барнауле не так много. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. Наши новости. Всего 14. Это я уже в продолжении другой темы. Именно столько участников было в нашем конкурсе. На протяжении недели мы получали от вас милые, смешные и трогательные поздравления мам, бабушек, сестер. В голосовании приняло участие несколько сотен человек. Лидеры определились уже в первые дни. Это номер 1, 7 и 8. В ближайшее время с участниками свяжутся организаторы, чтобы вручить подарки. А прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Банк Восточный. Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успеете оформить кредит в Банке Восточной по ставке 9,9% до конца марта. В Крае переменная облачность и в основном без осадков. В Славгороде Олейский до минус 4, холоднее всего в Рубцовский минус 7. А вот теплее всего в Белокурихе, там до плюс 3. В Барнауле небольшой снег, ночью минус 4, днем около 0. Всех женщин еще раз с праздником. Очередной выпуск нашей программы в понедельник. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok